Лельшицкий район на гомешине улик показальных по кольню выходить. Меж тым у этого полесского региона вельми недренные перспективы. Геологичное доследование свершить. Район богатый на разностаенные корыстные выкопни. От сапрапелев и шебню до граниту и бурштыну. Не выключено, что пытаниями их выкористания придется займаться новому составу районного совета. Выборы все лет отбудутся у 35 округах. Претендентов на депутатские мандаты 41. У районной комиссии уважливо проверили саправдность собранных подписов и порушений не знайшли. Что тышится составу претендентов, то в целом ее надлюстровывая особливости социально-экономичной сферы района. Среди претендентов, подавших документы в районную избирательную комиссию, 16 человек – это депутаты действующего созыва, 11 – это представители сферы образования, культуры и здравоохранения, 8 – работают в органах государственного управления, 9 – представители промышленности, транспорта, строительства, 2 баллотирующих кандидата у нас являются работниками правоохранительных органов и 2 являются предпринимателями. У Бухчанским сельским совете выборы пройдусь у администрационном будинку. На початку лютого тут обсталюють помешкания для проведения голосования, а по куль особливой увагой вязковцев користается куток выборщика. Наталья Егорова пришла удокладнить. Ці унесены у список для голосования ее сын, який недавно тримав прописку у доме мати. Включили его и брать ли ему открепление на сессию ехать, учиться. Вот я приезжала узнать это. И, естественно, посмотреть, кто из депутатов еще есть, кого выбирают. Все, что меня интересует пока на данный момент. Бухчанский сельский совет не вельми великий. Выборщики тут проживают только у двух населенных пунктов. 411 человек у самой Букши и аж 6-7 у соседней карме. А пошни на участок для голосования, звычайно, проезжают самостойно, а ли при необходности да их приедут члены комиссии. На попередних выборах депутатов мясовых советов у них проняли удел амаль 99% дорослого населенства. 18 лютого выник шакается прикладно таким же. По-перше, для вязковцев состав их сельского совета зусим немаловажный. А по-другое, тут постоянно проводится агитационная работа. Запрашивать принять удел у выборах почали еще на этапах удокладнения списов выборщиков и сбору подписов. Во время приглашения избирательной на выборы будет также раздана с пригласительными информация о кандидатах депутаты агитационный материал. Вся остальная информация размещается на информационных стендах и по районным депутатам, и по областным. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валер Гапанько, Телерадо, компания Гомель, Лельшинский район.